Я исследователь. Мы приступаем с тобой к изучению курса естествознания 4 класса. За год изучения этого курса мы сможем получить ответы на следующие вопросы. Как распространяются семена растений? Какими полезными ископаемыми богата наша страна? Какими свойствами обладают вещества? Какие существуют космические тела? Что такое сила Архимеда? Какие системы органов есть в нашем организме? На какие группы делятся животные и почему мы видим мир цветным? Правда интересно, но нам нужно подготовиться к тому, чтобы проводить различные исследования на уроках. Для этого предлагаю тебе повторить. Из каких этапов состоит исследование? Для того, чтобы провести исследование, тебе необходимо выбрать тему и объект исследования, определить цели исследования и сформулировать вопрос, выдвинуть гипотезу, составить план исследования, подготовить ресурсы для проведения исследования, провести само исследование, зафиксировать результаты и сделать вывод. Перед проведением исследования ученые определяют, актуально оно или нет. Для этого они отвечают вот на такие вопросы. Какова роль данного исследования? Какую пользу принесет результат исследования? Почему данный вопрос нужно изучать именно сейчас? Для чего нужно проводить данное исследование и где можно использовать результаты проведенного исследования? Для проведения исследования необходимо определить метод его проведения. К таким методам относятся наблюдение и эксперимент. Выбор в пользу наблюдения или эксперимента ты можешь сделать, оценив преимущества и недостатки каждого из этих методов. Итак, методы исследования. Наблюдение – это восприятие и познание предметов и явлений окружающего мира с помощью органов чувств. При наблюдении используют сравнение и классификацию. А эксперимент – это метод исследования, для проведения которого требуются специально созданные условия. Эксперимент помогает проверить научное предположение гипотезу. Для проведения эксперимента используют измерения и описания. Способы фиксации наблюдений или эксперимента могут быть также различны и зависеть от того, какую цель ты ставишь при проведении своего исследования. Перечислим способы фиксации результата. Это может быть диаграмма, таблица, зарисовка, диаграмма вена, опорная схема, модель, цикл, интеллект, карта, кластер, пиктограмма или инфографика. Что же мы делаем при проведении исследований? Для проведения исследований мы формулируем свой вопрос по теме. Исследуем, планируем, читаем, собираем информацию. Создаем, моделируем, пробуем, экспериментируем и объясняем, что у нас получилось. Далее мы обсуждаем, делимся, отчитываемся и презентуем полученные результаты. Рефлексируем, пересматриваем, оцениваем, возможно, принимаем новые решения. Каждое наше новое исследование может начинаться и строиться на итогах предыдущего. Так исследования продолжаются. Готов ли ты к проведению исследований? Тогда начнем!